Мороз и солнце – день чудесный. В новогодние праздники рязанцы поистине оценили это высказывание. Столбик термометра опускался до минус 25 градусов. В связи с морозами жителям города пришлось скорректировать свои планы на новогодние праздники и провести их чуть менее активно, чем хотелось бы. Я больше стала сидеть дома, особенно вот эти морозы, которые были в выходные. Но сегодня выбралась, дочку отвела в садик. Действительно, самым холодным днем стало 7 января. Температура воздуха опустилась до минус 25 градусов, а среднесуточная температура составила минус 23 градуса, при норме в минус 10. Однако то, что молодому поколению кажется аномальным похолоданием, для взрослых долгожданная настоящая зима, которую они помнят еще с детства. В принципе, я считаю, что морозы у нас всегда были очень холодные, поэтому я считаю, что 20 или 25 градусов – это не мороз. Ну, самые лютые – до 40 градусов. Еще когда мне было 7 лет, мы ходили пешком, вот, и было нормально, ничего. Никто еще не обморозился и не заморозился. Секреты здоровья в суровых зимних условиях передаются из поколения в поколение. Но простые правила стали настолько привычны людям, что воспринимаются как часть обычной жизни. Их знают и дети, и взрослые. Горячий чай с лимоном, с имбирем для обогрева. Ну, в принципе, все. Детей старались одевать потеплее. Вот, теплые варежки, носки. Теплодная одежда с мембраной желательно, зимняя, с мехом. Можно бегом передвигаться, тоже тепло. У ребенка он все равно двигается, то есть укутывать его не надо, и как бы так, еле-еле одевать тоже не надо. Ну, что-то такое среднее, в принципе, как себя. Быстро идти и не дышать. Банькой греться в баньке. Только так. Это гимнастика и здоровое питание. Вот два года. Ну, возможно, это помогает. Борща, сальца порезать. Вот. И, конечно, настроение было хорошее, радостное, веселое движение. У автолюбителей свои секреты. Перепады температуры проверили их на прочности пужистыми хлопьями снега и гололедом на дороге. А первым испытанием после новогодних праздников стало завести автомобиль. Позаботиться об этом нужно было заранее. Просто почаще надо выезжать каждый день. Не знаю, у меня в гараже стоит девушка. В общем, нужно следить за машиной. В общих чертах знать элементарные вещи. Заводить, прогревать и сразу не ездить. Все. Остальное все в порядке. Вот еще несколько простых секретов. Возьмите за правило после долгой поездки открывать все двери на несколько минут. Эта несложная процедура поможет предотвратить примерзание резиновых уплотнителей дверей. Также при морозах специалисты рекомендуют вынимать аккумулятор и забирать его домой в тепло. Не советуют пользоваться ручным тормозом. Автомобиль лучше оставлять на скорости, чтобы колодки не замерзли. Если это все же произошло, поможет кипяток. А если на стекле образовалась наледь, а под рукой не оказалась скребка, то можно воспользоваться обычной кредитной картой. Однако, мучиться водителям осталось недолго. Погода первой половины рабочей недели будет комфортной, без существенных осадков и с температурой воздуха и околоклиматической нормы. 10 января ночью минус 17, минус 22 градусов, днем минус 10, минус 15. И ожидается дальнейшее потепление. 11 января ночью минус 12, минус 17, днем минус 7, минус 12. 12 января ночью минус 11, минус 16, днем уже минус 4, минус 9. На дорогах гололедица. К концу недели температура воздуха повысится ночью до минус 5, минус 10 градусов, днем до минус 1, минус 6. Благодаря потеплению школьные каникулы в Рязани, в отличие от других городов, продлены не будут. Ученики вернутся в классы 12 января, как и было запланировано. К выходным температура повысится еще на пару градусов, а это значит, что семейная прогулка по лесу, поход на лыжах или катание на коньках принесут еще больше приятных эмоций и станут отличной закалкой для вашего здоровья.